Итак, хотелось бы также сказать, что на сессии к нам присоединится примерно 40 участников из школы молодых историков, который организовал фонд истории Отечества, который находится в Казани. Они присоединятся к нам на сессию со спикерами. И я думаю, что если вы посмотрите галерею участников, вы увидите, что есть видео с большой комнатой. И мы, скажем, мы очень завидуем, что мы все не можем, к сожалению, быть в одной комнате, но мы очень ценим такое разнообразие, такое разнообразие участия. И мы очень рады, что вы с нами. Вчера мы сделали большое количество различных вещей, дорогие друзья. Мы рассмотрели сохранение исторической памяти с разных перспектив. У нас было шесть чудесных спикеров. И Эрина спрашивает, откуда группа студентов. Да, это молодые историки, которые учатся в летней школе молодых историков, которые основаны фондом истории Отечества и летней школы. Да, я просто оговариваюсь, потому что я очень хочу, чтобы лето скорее было. А эта школа проходит летом в Казани в Российской Федерации. И спасибо за то, что вы все написали в чате. Итак, вчера с большого количества перспектив мы рассматривали вопрос сохранения памяти. У нас было много участников ЮНЕСКО, Совет Европы объясняли свою работу. Также мы рассматривали с перспективы изучения истории, изучали образование и просвещение в области Холокоста. И изучали российский взгляд на эти феномены. И также мы закончили рассмотрением вопросов и различными практиками гражданского общества, что касается Балканской истории и Ирландии. Также у нас была возможность обсудить немножко больше в рабочих группах. И мы закончили день с виртуальным визитом, виртуальным посещением в мемориальных местах. И вчера было два визита. Первый был в Еврейский музей Центра толерантности в Москве, а другой был в Европейский центр депортированных бойцов сопротивления. И сейчас я бы хотела услышать вас, потому что эти два визита прошли раздельно. И хотели услышать ваше мнение, как же это прошло, обменяться мнениями. И я думаю, что сейчас я попрошу кого-то, кто посещал Еврейский музей и Центр толерантности, рассказать пару слов о том, как прошел ваш визит, как работает музей и Центр. Итак, кто бы хотел выступить, кто поднимет руку или напишет в чате, кто хочет поделиться своим мнением, Пожалуйста, не бойтесь, включайте свой микрофон. Хорошо, Марат, я вижу поднятую руку, также вижу Энварда, пожалуй, Марату я сейчас слово предоставлю, хорошо? Приветствую всех, вы меня слышите? Спасибо. Да, вчера мы посещали музей бойцов сопротивления. Это была для меня новая информация, потому что до этого визита у меня не было информации по поводу того, как было организовано сопротивление в Европе, о еврейском сопротивлении и так далее. И я знал только о небольших каких-то фактах, которые были связаны с бойцами сопротивления. И я знал только про то, что один человек совершил героический подвиг. И, например, для меня было интересно узнать, что было вещание BBC, особенно для немцев, и для того, чтобы проинформировать их о ситуации на границе, о войне, которая была в реальной жизни. Не включая немецкую пропаганду. Поэтому это был очень интересный инструмент. И если будет возможность, то я бы с удовольствием посетила лично этот музей в Германии. Да, большое спасибо. Да, Марату. Спасибо. Я также хотела бы поблагодарить организаторов такого очень интересного визита. Даже если бы это было онлайн, все равно это было очень впечатляюще. И поскольку не только мы увидели все это, мы также поняли, что это есть те уроки в нашей истории, которые мы должны знать, которые мы должны помнить. И также это показывает нам, что есть... Мы ведь, как работает музей, как музей может распространять информацию, какие активности могут быть реализованы и каким образом можно работать с поколениями. Поэтому было очень интересно. Было интересно понимать, какие активности предпринимаются. и также у нас была потрясающая возможность легко посмотреть эти активности. Я думаю, мы будем использовать эти инструменты, этот опыт и в будущем. Я думаю, мы будем использовать эту информацию не только на официальных платформах, но также в нашей ежедневной жизни и напоминать людям о истории. Напоминать о истории и показывать, что у нас есть определенный подход к исторической риторике. Мы можем обсуждать различные решения для того, чтобы жить в мире. А, простите, а какое вы именно посвятили? Я была непосредственно на секции касательно музея бойцов сопротивления. Да, ничего страшного, просто хотелось уточнить. Спасибо большое за обратную связь. Анна, я вижу, вы подняли руку. Так. И хотелось бы, чтобы вы уже, если высказались, пожалуйста, нажмите еще снова на кнопку, чтобы не было поднятой руки. Анна, вам слово. Ой, всем добрый день. Я, как правильно поняла, мы сейчас говорим по музею толерантности. Я была вчера именно там. Что я хочу сказать? Я, наверное, приятно удивилась, потому что изначально я шла с ожиданием того, что мы будем рассматривать вопросы сохранения тех событий, которые были, чтобы каждый знал эту историю. Но придя, по сути, в музей, нам рассказывали о том, как музей, как сообщество работает с тем, чтобы у людей вырабатывались новые ценности. Учат людей выстраивать правильный диалог, работают с культурой людей. Наверное, в какой-то степени я была приятно удивлена. Я раньше не думала, что музеи могут работать и с этим. Потому что для меня, в том контексте, в котором я живу, часто музеи — это сохранение того, что уже было, а не формирование чего-то нового. Вот. Это то, какой инсайт я, наверное, из этого вынесла для себя. Спасибо. Спасибо большое. Кто-то еще хочет поделиться своими впечатлениями? Люсина, ты тоже дала знак, да? Я так предлагаю, тоже хочешь высказаться? Да, пожалуйста, слово. Всем добрый день. Как Анна вкратце сказала, да, действительно, очень интересно было посетить, такой, виртуально посетить музей, Центр толерантности. Хочется сказать то, что на самом деле очень важно организовать такие мероприятия для образования. Я имею в виду, такое образование, оно должно начинаться с самых ранних лет, должно начинаться со школы. И, конечно, такие визиты очень полезны. И я согласна, что там имеется такая не только ретроспектива, но и также определенный анализ настоящего, как мы можем формировать диалог, это очень здорово. И я думаю, то, что на фоне таких площадок можно проводить международные встречи, какие-то семинары, образовательные мероприятия. И я думаю, то, что здесь, испытывая вот все вот гамма-эмоции, которые сейчас у меня есть, я могу сказать, что такие визиты и такие мероприятия могут быть крайне для нас полезными. Мы больше можем поговорить очень важные вопросы, такие как сохранение исторической памяти, как, допустим, отношение к каким-то реалиям сегодняшнего времени, к прошлому, и также к каким-то миротворческим процессам, которые очень важны на данный момент, если мы хотим жить в мире и обеспечить нормальную жизнь для подрастающих поколений. Да, конечно, есть и другие интересные центры и музеи, заведения, учреждения, которые сейчас играют очень важную роль. Я думаю, что объединяясь все вместе в разных странах, мы могли бы добиться ощутимых результатов. Мы понимаем то, что сейчас мы живем в другой реальности, и, к сожалению, иногда мы забываем об уроках прошлого, но когда у нас есть такие инструменты, мы понимаем, что это дает нам силу. Сейчас непростое время. Мы носим маски, все мы ограничены из-за ковида, но я надеюсь, что как только мы вернемся к нормальной ситуации, ситуация стабилизируется, мы будем посещать музей оффлайн. Спасибо большое. Да, я абсолютно согласен, Люсия, с вами. Да, это помогает нам больше прорабатывать вопрос миротворческой деятельности, обсуждения, сохранения исторической памяти. И да, важно использовать самые лазные площадки для этого. Я думаю, что многие спикеры согласны с вами. Несмотря на то, что сейчас нет такой войны, как Вторая мировая война, все равно для того, чтобы поддерживать мир в дальнейшем, очень важно организовывать подобные мероприятия. Хочется сказать то, что, собственно говоря, вы применяете к следующему вопросу. И вот Рамон тоже задавал такой вопрос, особенно когда мы готовили вот это, секции с музеями и со Центром толерантности. И комментарий был следующий. Как мы там обсуждаем вопросы мира, защиты прав человека, и есть ли вот эта вот связь между деятельностью и вот этими важными вопросами? Так это освещается в рамках действий, деятельности. Вы можете высказаться по этому вопросу или по какому-то другому, если есть. Видишь, что нас улыбается, наши спикеры вдохновляют. Вы сказали то, что много говорили о мире и так далее. Мне хотелось бы, чтобы вы еще, возможно, поговорили о образовательной составляющей. Как вот там организуется деятельность? Какое было ваше впечатление? К сожалению, вчера, во второй половине дня, я не смогла посетить эту сессию, но пару лет назад я была в этом музее, в Еврейском центре толерантности. Если честно, этот визит меня очень сильно впечатлило. Как уже было сказано, мне было интересно посетить это учреждение, потому что, с одной стороны, они учат нас такие учреждения и заведения, с другой стороны, также там активно прорабатываются вопросы о выстраивании диалога. Абсолютно согласна с этим. Да, это было пару лет назад, и сейчас, вспоминая это, я видела очень еще так дополнительную секцию в этом музее от одного немецкого художника. Это была временная выставка. Там немецкий фотограф, и он художник по сопротивлению, выставлял свои фотографии, тоже связанные с событиями прошлого. Если честно, меня очень тронула эта временная выставка. Это, с одной стороны, объединение искусства, определенный подход, а с другой стороны, освещение событий прошлого. Но сделано это было под таким интересным углом, что я до сих пор помню некоторые фотографии, некоторые картины, и мне просто сильно запомнилось. Я хотела просто поделиться таким впечатлением. Да, очень жаль, что я не смогла к вчерашней сессии присоединиться, но все равно хотелось бы сказать, что я там была. Мне очень понравилось, и очень хорошее впечатление у меня оставил этот музей. И сравнивая даже с другими, наверное, я его больше выделяю, чем какие-то музеи, которые я посещала, допустим, в Европе. Спасибо большое, Эрин. Нет, хорошо, потому что очень здорово то, что вы поделились своим впечатлением. Некоторые только виртуально смогли посетить этот музей, а вот вы видели этот музей вживую. Да, то, что вы сказали, очень важно. Да, в музее, но и тоже в рамках образовательной сферы мы работаем с эмоциями. А вот это искусство, как вы сказали, вот эта временная выставка, тоже способствует передаче эмоций, выражения эмоций. И, конечно, это важно, потому что такие события, они связаны с большим количеством эмоций. И это очень актуально для нашего обсуждения. Лючия, вам слово. Спасибо большое. Доброе утро. Я посетила музей бойцов сопротивления в рамках вчерашней сексе. И меня вдохновила очень сильно вот эта связь между прошлым и настоящим. И несмотря на то, что связь эта была не так сильно выражена, тем не менее она чувствовалась. Мы видели такой необычный опыт, именно где говорили об опыте, о жизненных историях людей, прошлого и настоящего. И мы видим то, что мы объединены общими ценностями, какими-то переживаниями. И несмотря на то, что мы сейчас живем в несколько разных реалий, и люди, которые пережили все зверства, ужасы войны, режим нацистов и так далее, которые жили в эпоху коммунизма, да, они были другие. Но сейчас, говоря об уроках прошлого, мы должны понимать, что, в принципе, мы такие же люди, мы такие же существа, с такими же отчаяниями и с такими же переживаниями. И люди просто пытаются быть самими собой, они хотят жить и просто быть счастливыми. И важно, чтобы мы имели такие музеи, такие центры для того, чтобы помнить об уроках прошлых. Мы должны сохранять историческую память, и такие места нам напоминают. Я думаю, то, что та работа, которая ведется в среднем с 80-х годов и активно вообще на протяжении всех этих лет, очень активно продемонстрировала, что произошел определенный сдвиг в нашем сознании, когда мы понимаем то, что важно фокусироваться на разных социально-культурных аспектах нашего исторического наследия и проводить определенную рефлексию, быть открытым к обсуждению, выстраивать диалог, который помог бы нам, с одной стороны, жить в мире, но, с другой стороны, не зацикливаясь на прошлое, вносить оттуда уроки и помнить людей, которые сейчас во многом сформировали наше настоящее. Да, помнить обязательно наших героев, также говорить о вопросах эффективизации, о том, кто сыграл значительную роль в нашей жизни, и помнить о том, какими мы должны быть, чтобы стремиться к лучшему. Спасибо большое, Личия, за то, что вы сейчас тоже говорили немножко и о героях войны, сказали несколько слов о гражданском героизме, о том, что было вывесено вперед, в угловую угла, когда мы тоже обсуждали эту тему. Так, кто-то еще? Марина хотела, да, что-то сказать? Нет? Всем добрый день. Я Марина, я из Удмуртии, и живу в городе Можга, небольшой город. Мы вчера посетили музей сопротивления, я бы хотела сказать следующее. Мы немного, ну вот в небольших городах, чуть-чуть как бы зажаты, что ли, у нас нет возможности путешествовать, ну, детям, допустим, нашим, очень много ездить по миру, миру, и вот эта подача у нас однобокая, как бы стереотипная, и очень сложно как бы детям менять отношение вот к немецкой нации, да, ну, вообще отношение к людям, что, ну, как бы не все так, как бы были, не все так было, как вот как бы нам, ну, как бы представляют нам, что ли, как нам доносят. И вот сейчас, глядя на этот музей, в принципе, сейчас есть хороший пример показать детям, что как бы вот было сопротивление, вот были молодые люди, такие же, как и вы, у них было свое мнение по отношению к этому, то есть вот именно развеивание стереотипов на основании вот этого музея, это как бы очень хорошая возможность сейчас как бы начать работать именно в этом направлении, нам с молодежью. Это очень спасибо за возможность, что мы смогли это посетить, этот музей посетить хотя бы виртуально, но действительно у нас не настолько большие возможности, чтобы наши дети вот из небольших городов как бы путешествовали и могли к этой ситуации относиться с разных сторон и слышать разные мнения. Ну, и как бы у меня все, спасибо. Спасибо большое, Марина. Спасибо большое, Марина, за такой инсайт. Да, если честно, это один из вопросов, которые я хотела задать. На самом деле, когда мы, допустим, проводим семинары в Страсбурге или где-то в Российской Федерации, естественно, мы посещаем хотя бы один-два мемориала в режиме реального времени, то есть по-настоящему физически. Конечно, это преимущество, но есть и недостаток. Почему? Потому что вы ограничены возможностями. Да, вы не можете отправиться в любое место, в большие города или за границу. Конечно, мы понимаем эти ограничения, и мы не можем сказать, чтобы вы обязательно приезжали и посещали музей, потому что есть ограничения. Мы все это прекрасно понимаем. Но хорошо, что есть возможность хотя бы виртуальный визит организовать. И сейчас в данной связи нужно понять, как мы можем использовать этот инструмент, эту возможность в работе с молодыми людьми. И, собственно говоря, что вы и сказали в конце вашего комментария, как это могло бы вам помочь в работе. И надо это продумать. Спасибо. Я думаю, что Вар у нас еще поднял руку. Вар? Так, сейчас я проверю, кто у нас еще поднял руку. Анвар? Я хочу сказать то, что мне понравилась вот эта идея представить какие-то исторические события с помощью, в том числе, искусства, то, что было сказано одним из выступающих. Особенно, наверное, это актуально для подрастающего поколения. Да, наверное, молодое поколение не все, по крайней мере, так хорошо знакомо с историей. И самое важное, помнить о том, что мы можем рассказывать об истории разными способами, используя разными инструментами, в том числе, вот, допустим, если мы используем искусство, фотографию, картины. Это же интересный очень подход. И знаете, кстати, у нас еще вчера был очень интересный спикер из Южной Кореи. Южная Корея очень далеко от Армении, но мне интересно было послушать, в том числе, о чем и этот человек рассказывал, под своим абсолютным углом. И рассказывали, какие они используются инструменты и подходы для того, чтобы просвещать людей, работать с молодыми людьми. И хочется добавить то, что несмотря на то, что мы так сильно отличаемся, все равно мы являемся представителями глобального общества. Мы должны быть объединены общими идеями, в том числе связанными с защитой прав человека. Мы должны, несмотря на разность исторических событий и подходов, понимать, что есть определенные потенциальные угрозы, которые мы должны всячески избегать. И неважно, кто является победителем в конечном итоге, какие у нас были результаты и так далее. Тем не менее, мы просто должны делать все возможное, чтобы понимать, что все равно само событие по себе, война, это уже наша неудача, а греха человечества. Это может помочь нам понимать то, что если мы решаем быть бойцами, давайте будем бойцами за мир. Большое спасибо. Большое спасибо. И у меня также есть Мирабелла. И сейчас я передаю слово Мирабелле. Да, я приветствую всех. Мое мнение по поводу всего этого, я не знаю, делали вы ли это в прошлом, потому что это второй раз, когда я принимаю участие в подобном, и я не знаю, были ли вы в Германии. Но в следующий раз, когда мы будем в Германии, мы, конечно, рекомендую вам пойти в музей, мы пойдем в музей, мы это сделаем, потому что я бы сказала, что это центр, где... Вот в том, что касается... Когда вы приезжаете в Германию, там, конечно, или когда вы посещаете Польшу, например, нужно пойти в то место и прожить какой-то опыт, и вернуться домой, вы уже будете другими людьми, вы сможете по-другому воспринять ситуацию. И я полагаю, это одна из идей, в том, что касается нас, касается организаторов, которые каждый год организовывают удобные мероприятия. Как насчет того, чтобы мы создали своего рода стать таким мощным ангелом, и мотивировать людей, защищать все эти достижения, потому что проблема в том, сегодня в том, что это не столько война, я бы сказала, Вторая мировая война, я бы сказала, да, это война, но для меня это гражданская война. Это прежде всего связано с тем, что расизм направлен против друг друга, против других людей, и это хуже, чем война, потому что для меня это такая прямая дискриминация. Когда кто-то расист, ну, например, если я расист, то вы мне не нравитесь, и я вижу, что вы меня о чем-то просите, и у меня есть некая власть, и вы просите у меня работу, у меня есть возможность дать вам эту работу или не дать, и я бы вам ее не дала, потому что мне это не нравится, потому что я вам не дам эту работу, я вас ненавижу, потому что я расист. И в этом и есть проблема сегодня. И это своего рода непрямая дискриминация, потому что если у вас нет работы, у вас не будет еды, не будет ничего, и вам придется сражаться против, вам придется сражаться просто за жизнь. И вот этот пример я просто привела, но есть много подобных примеров в том, что касается нас, в том смысле, что мы могли бы быть своего рода ангелами и работать на таких конференциях и вдохновлять людей, чтобы они прекращали все это. Да, спасибо, Мирабелла. Я думаю, что вы задаете уже очень много вопросов, и на некоторые, конечно же, мы ответим. И благодарю вас, я думаю, это очень важно, о чем вы говорили, но я думаю, что вы немножко ушли вперед по нашей программе, потому что мы дальше также работаем то, как мы можем действовать совместно. И у нас есть и время, и возможность это обсудить. Я сейчас хотелось бы рассмотреть с той точки зрения, что есть некая связь с будущей деятельностью, которую мы можем совместно или разделить, но также необходимо понимать, почему люди стали нацистами, почему они приняли участие, и также как связана расизм и дискриминация с прошлыми событиями сегодня. Потому что если мы рассмотрим прошлое, мы попытаемся понять, почему общество вышло на эту позицию, и какие формы продолжаются сегодня. Также мы рассматриваем, когда прошлое, мы стараемся поменять настоящее будущее, но мы знаем, почему. Мы знаем, почему. Мы знаем, почему это произошло. Да, и сейчас хотелось бы закрыть эту дискуссию, пока и продолжайте двигаться дальше, потому что я думаю, что не хотелось бы вас перебивать, Мирабелла, честное слово, но у нас еще будет возможность обсудить эти вопросы более глубоко. Это все заложено в нашей программе сегодня. Я думаю, что есть комментарии в чате по-русски. Могу я попросить у моих коллег, может быть, вынести этот вопрос на пленарную сессию, чтобы мы могли это обсудить, чтобы мы могли помочь? Прошу прощения, я вас не слышала, потому что я разговаривала по телефону, и прошу прощения, я только что вышла в Zoom, там у меня были небольшие проблемы, и я не знала, что вы обсуждали, и может быть, я действительно обсуждала другую тему. Прошу прощения, да, все хорошо. Я бы хотела попросить, я все еще вижу, Кейбург, пожалуйста, выступите, но пусть это будет минута или две, если возможно. Не хотелось бы давить на вас? Вопрос от Александра Юдина, я думаю, что, это даже не вопрос, а больше, я думаю, аффирмация, я думаю, что очень важно знать, кто победил и кого, и, в общем, это аффирмация, я предлагаю, что мы, может быть, этот вопрос также оставим на следующую часть дискуссии. Хорошо, спасибо, спасибо большое, Александр, за ваш комментарий, а сейчас кейбург, и после этого мы перейдем к следующей части. Да, у меня 30 секунд осталось, да, и хотелось бы сказать вот что. Да, мы говорим о мире и о важности демократии во всех подобных вещах, но я полагаю, что прежде всего нужно говорить о той поколении, которое мы сейчас воспитываем, которое сейчас растет, как они могут найти способ сделать мир постоянным, не то чтобы как выстраивать мир или как его защищать, а чтобы он постоянно существовал. Конечно, демократия может быть худшей формой правления, но не то, что было раньше, и да, демократию нужно менять, чтобы она была новой, именно с учетом того поколения, которое сейчас приходит, и нужно создавать такой мир, чтобы это было одним общим местом, без границ, без стран, только люди, которые живут все на одной планете. Хорошо, спасибо большое за этот посыл, и сейчас... Спасибо. 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 Я очень благодарна участникам за сегодняшнюю дискуссию. Я также следила вчера за выступлениями и дискуссиями с утра. мне особо понравилось выступление Александра Чебарьяна, он упомянул в своем выступлении «Антропологический поход к проблематике сохранения исторической памяти». И лично мои предки были людьми в тылу, людьми на фронте, людьми в минском гетто, поэтому для меня не только как политического советника, но как для Альбина Овчаренко очень важно иметь доступ к таким возможностям, добавить свой вклад в маленький вклад в наше общее значимое дело. И лично, конечно, я благодарна и коллегам Совете Европы и российским соорганизаторам за этот очень интересный семинар. Теперь я перейду на английский язык, один из официальных языков Совета Европы. То есть моя презентация будет посвящена философии миротворческой деятельности, и непосредственно той деятельностью, которую мы видели, и как эта философия у нас вписывается в нашу ежедневную деятельность. И хотелось бы сказать то, что мои вчера коллеги во время утренней презентации, они уделили достаточное количество времени для того, чтобы поговорить о Европейской конвенции о правах человека, и говорили о различных этических моментах, которыми мы активно работаем. И я хотел бы немножко пойти чуть дальше и поговорить непосредственно о деятельности Совета Европы, о нашей политике, как определенная политика была выработана еще до конвенции по правам человека. Хотелось бы, чтобы, наверное, мы прошлись по трем тезисам основных, которые актуальны для наших сегодняшних дебатов. Во-первых, почему члены-участники решили вообще создать Советы Европы, почему выбрали Страсбург. Это важно понимать и также подчеркнуть то, что есть определенный символизм в таком городе, как Страсбург, для Совета Европы. Жан Филипп вчера сказал вкратце то, что сейчас, конечно, на протяжении последних двух событий в Тории, и я помню то, что между Францией и Германией, вы помните, были такие серьезные разногласия между двумя странами. И хотелось бы сказать то, что, конечно, многие семьи, они пережили серьезную травму во время Первой мировой войны, во время Второй мировой войны. Есть люди, которые до сих пор помнят о событиях прошлого. Но есть еще одна причина, которая заставила людей выбрать Страсбург как штаб-квартиру для Совета Европы, потому что это очень важная международная организация, и эта организация так навигатор для многих участников. И я думаю то, что все понимают определенный символист этого города. Мы выбрали этот город как определенное символическое место, где европейские государства впервые объединились и пришли к определенному консенсусу, и решили создать такую международную организацию. Хочется еще раз подчеркнуть именно символизм Страсбурга. Это очень важно в рамках наших взаимоотношений. И второе, вы еще знаете, то, что у нас есть три основополагающих фактора. Это демократия, это права человека, это мир во всем мире. Конечно, это проходит красной нитью в деятельности Совета Европы. И, конечно, на всех заседаниях, встречах мы говорим о этих важных составляющих. Но мы должны опять подчеркнуть, что эти столпы, эти главные факторы, они не зря проходят красной нитью в нашей деятельности. Они отображены в наших документах, потому что главный посыл наших государств было это никогда не повторить события прошлого века. Все, что происходило. Первая, вторая мировая война. Вот этот лейтмотив never again. Никогда снова все вот эти зверства войны, чтобы не повторялись то, что было, особенно в период с 1939 по 1945 года. И когда мы говорим, чтобы это никогда не повторялось, мы также пытаемся вырабатывать определенный план действий в рамках Совета Европы по поддержанию мира в рамках деятельности Совета Европы. Конечно, мы понимаем то, что есть большое количество инициатив, и их тоже нужно упоминать, потому что нужно перспективу расширять и говорить о том, что... Да, мы начали изначально с вопросов неповторения тех событий, но мы обсуждаем экономические, политические вопросы, и мы работаем с паневропейскими, панатлантическими организациями. Но говоря о военной составляющей, о каких-то событиях прошлого, мы понимаем то, что нам нужно работать и на каких-то реалиях, которые сейчас есть, нужно разрабатывать компетенции, навыки и создавать определенные единицы, которые использовали максимально свои знания и основываясь на правах демократии и верховенства власти, ввели свою деятельность. И вот вопрос, как мы можем также работать с новыми поколениями, как им объяснить, что нужно жить в мире и поддерживать это состояние мира в нашем обществе. И я думаю, то, что мои коллеги тоже будут об этом позже говорить, но я в своей даже презентации хотел бы это подчеркнуть еще раз. И если мы вернемся к тому времени, когда создавался Совет Европы, когда возникал вопрос изначального создания нашей международной организации, хотелось бы сказать то, что сначала то, что у нас был комитет министров и в том числе парламентская ассамблея, два основных учреждения, вы думаете. Потом мы также работали очень активно с ПАСЭ и так далее. Это еще было до того, как была разработана конвенция по защите прав от человека, и уже дальше шла наша деятельность, и появлялись новые документы. И философия этих двух институционных учреждений, которые по-прежнему являются основными двумя единицами, которые между собой коррелируют с точки зрения обсуждения политических вопросов, это философия, которая еще имеет отсылку к времени основания учреждения Соединенных Королевств и Франции. Большие друзья, если мы посмотрим на документы переговоров, Франция, она пыталась, хотела, чтобы действительно была создана эта ассоциация, где бы прежде всего мы могли услышать голос человека, голос людей. То есть с помощью парламентариев мы услышали голос нашего населения, наших людей, гражданского населения, и поэтому созданы были эти учреждения. И также у нас было Соединенное Королевство, и Соединенное Королевство также при этом поддерживало эту идею и положительно относилось к созданию вот этих межправительственных организаций. И тогда у нас было изначально 47 членов-участников, которые могли бы представлять позицию стран этих участников. И это было создано такой определенный политический, определенный союз, определенная единица, где, с одной стороны, мы хотели бы услышать голос членов-участников государства, а также голоса наций, которые входили бы в Советы Европы, в том числе непосредственно с участием парламентариев и парламентской ассамблеи. То есть эти голоса, где мы можем услышать и людей, и непосредственно людей, выражение всего общего государства как одной единицы. Это, опять же, для того, чтобы способствовать дальнейшему продвижению деятельности член-участников Совета Европы в сфере демократии, прав человека и также верховенства власти. И, конечно, все другие труктуры, которые были созданы потом и которые уже вписывались в эту определенную констилляцию сотрудничества и кооперации, конечно, комитет министров парламентской ассамблеи, судебные инстанции, комиссия по правам человека, также нельзя забывать конгресс местных властей, если мы уже выходим к основе, основополагающим элементам нашей организации. Мы видим то, что все эти инстанции были созданы для того, чтобы мониторить различные механизмы, различные также рычаги исполнения тех или иных решений. Все мы знаем о этой институционной работе, которая проводилась на протяжении долгих лет, ведется сейчас и будет проводиться. И также не стоит забывать о работе неправительственных организаций, которые работают в тесном сотрудничестве с Советом Европы. И еще не стоит упомянуть те соглашения, которые подписываются. Одно из самых важных было упомято вчера по преподаванию именно и распространению информации о исторической памяти. Мы говорили об образовательной составляющей, которая особенно актуальна для наших дискуссий. Да, этот специальный документ был понят для использования среди стран-участников Совета Европы. И все вот эти единицы работают вместе как единый механизм на основе тех документов, которые мы разрабатываем, конечно, с определенным упором на вот этот определенный важный позыв, который мы вписываем в риторику нашей деятельности. То есть, чтобы никогда не повторялись события прошлого, никогда, никогда. Делать все возможное, чтобы заниматься миротворческой деятельностью и поддерживать мир в нашем мире. И это важно понимать, как все это функционирует. Помимо того, хочется сказать то, что для того, чтобы вести эту деятельность, мы поддерживаем доверие, следи всех наших участников. Наши генеральные секретари и нынешние, и прошлые, они разработали определенную философию по продвижению и созданию доверия между участниками. И это основано на определенных принципах, определенных стандартах, которые прописаны для прав человека, для демократии, верховенства власти, верховенства закона. Важно, чтобы мы вырабатывали в рамках данной философии определенные инструменты коммуникации, которые помогали нам устанавливать доверие и добиваться высокого уровня этого доверия между нами. Вчера Жан-Филипп сказал то, что мир и создание мира — это определенный процесс, непрерывный, да? Это очень долгий, непрерывный процесс, и при этом это хрупкое явление, его можно очень быстро разрушить. Когда вы выстраиваете определенную мировую структуру и пытаетесь поддерживать миротворческую деятельность, это занимает много времени, разрушить все легко. Именно поэтому нужно постоянно помнить о том, что мы, во-первых, должны доверять друг другу, но и помните, что на фоне этого доверия и должна витись наша миротворческая деятельность. А она неотъемлемо связана также и с нашим диалогом, диалогом с нашими гражданами. И вся вот эта политика должна быть связана с нашими решениями, отвечать потребностям времени. Мы не должны растеривать эту философию. Когда мы общаемся с различными поколениями, мы видим определенные, возможно, разногласия или разные подходы, но, тем не менее, исходя из принципов доверия, и мы должны, несмотря на какие-то религиозные различия, различия в менталитете и так далее, мы должны объединять людей. Это не какой-то определенный позыв во времени, когда мы можем кому-то постучаться и пригласить к совместному участию. Нет, необходимо постоянно вести этот диалог для того, чтобы никто не отделялся от нашей семьи. Я говорю и о индивидуальном уровне, о уровне национальном, различных государств и так далее. Все вот эти различные уровни должны привести к общему знаменателю совместной деятельности. И еще очень важный элемент нашей работы в данном сфере, несмотря на наши определенные взгляды на прошлое, которое сейчас, несмотря ни на что все присутствует, возможно, даже на разобщенных территориях, нам нужно вот эти все элементы привести в одно место. Объединить всех, это необходимо для обеспечения нашего хорошего будущего. Говоря конкретными терминами, да, мы должны именно прорабатывать четкие шаги по ведению такой деятельности. Можно привести несколько примеров, допустим, пример с Косово. И сейчас ситуация, которая у нас проходит в рамках диалога между Абхазией и Грузией. В Косово у нас была очень интересная работа по восстановлению церквей после конфликта, где мы привлекали специалистов в области искусствоведия, истории и религии, и мы их обучали в Венеции различным техникам реставрационных работ, а также восстановление церквей. Это было выстроено на принципах идентичности, тех примерах, которые имели место в прошлом. То есть конкретная активность, довольно долгосрочная деятельность, которая велась для того, чтобы мы привлекали специалистов с разных сторон, чтобы они могли между собой работать, выработать общий подход, и чтобы будущие поколения могли наслаждаться этими предметами исторического наследия. А вот еще интересная история между Сухуми и Тбилиси, и я думаю, что вы знаете, начиная с 1992 года, то, что конфликт был в том числе в Сухуми, и там тоже был нанесен определенный урон, и мы тоже проводили похожую работу, мы обеспечили связь между Сухуми и Тбилиси, и мы привлекли большое количество специалистов, которые смогли поднять большое количество архивов, и вместе с Советом Европы мы проводили большое количество воркшопов, именно с конкретным уклоном обсуждения различных вопросов. Также мы говорили о исходе Абхазии и других событиях, которые были в 2019 году, и о событиях, в том числе непосредственно 20 века и так далее. То есть для того, чтобы прописать именно это в определенных материалах по просвещению истории, мы работали непосредственно с архивами, которые мы взяли в Москве, и мы прорабатывали вопрос тоже восстановления монастырей, церквей, и о том, как это можно было сделать. Мы вводим то, что во время Гражданской войны в 1930-х годах, допустим, тоже многие монументы и многие объекты исторического наследия церкви пострадали. Это тоже была совместная работа. И еще один интересный проект, который мы... Все люди, которые пропали без вести, либо погибли во время Второй мировой войны на территории Кавказа, мы создали специальную базу данных и также выпускаем публикации, в которых мы работаем с этим архивным процессом, со специалистами, которые работают в архиве, для того, чтобы воссоздать все, имена всех людей из Абхазии, которые были вовлечены в конфликт. Это помогает нам не только проинформировать семьи или потомков этих людей, мы помогаем найти им информацию и получить доступ. И также большое количество людей из Абхазии смогли найти информацию об этом проекте. И я вижу, что время уже заканчивается. И сейчас мы перейдем к заключению. Когда я была в Израиле, в музее Айад Башен, я была поражена названием этого музея, потому что название музея Айад Башен, я не знаю, вы видели это в своих дискуссиях, уже обсуждали, можно перевести с древнеюдейского как «память и имя». И таким образом это связано с Библией. У нас идёт отсылка к Библии, к книге Исаака, которая по-русски и по-английски я прочитаю вам эту цитату. По-русски звучит вот так. И для меня суть нашей работы здесь состоит в том, что это прежде всего связано с этими двумя словами. То есть имя и память. Общая память, но также индивидуальное имя всех тех, кто были на линии фронта, также в оккупации, на оккупированных территориях, в концентрационных лагерях, в тылу, и которые были захвачены армиями, которые воевали. Итак, спасибо за внимание. Жду наших дебатов. Спасибо, Альбина. Спасибо большое за то, что напомнили нам о разнообразии различных инструментов с точки зрения именно нашей работы, как мы можем вовлекать цирк архива в наш диалог, что мы должны использовать. и мы видим, что это именно те инструменты, которые помогут нам сохранять мир. И сейчас хотелось бы передать слово Константину Могилевскому, для того, чтобы он нам больше рассказал о нашем обязательстве, помните, о нашем праве памяти. Спасибо большое. Добрый день, дорогие друзья. Я рад приветствовать всех участников семинара. Я с самого начала хотел бы сказать несколько слов, высказать несколько соображений, которые у меня возникли с выступлением, уважаемый Альбина Овчаренко, очень хорошим и ярким выступлением. Шла речь о демократии, о правах человека и о верховенстве права. Я хотел бы подчеркнуть, что сама такая постановка вопроса возможна в наше время благодаря победе над нацизмом в 1945 году. Благодаря победе, которую одержал Советский Союз вместе с союзниками Великобританией, Соединенными Штатами Америки, сражающейся Францией над Гитлеровской Германией и ее сателлитами. Вот это первое соображение. А второе соображение, то, что действительно доверие, это то, что крайне важно в международных отношениях, а недостаток доверия, как свидетельствует совсем недавняя история, история Второй мировой войны, приводит к критическим для мира последствиям. Мы с вами ясно понимаем, что именно недостаток доверия являлся основной характеристикой международной ситуации, которая сложилась в 30-х годах, в конце 30-х годов 20-го века, когда ряд западных государств, в первую очередь Великобритания и Франция, их тогдашнее правительство, прилагали усилия для того, чтобы канализировать нарождающийся германский реваншизм, нацизм в сторону восточных границ, в сторону Чехословакии, Польши и Советского Союза. И не получалось выстроить на принципах доверия диалог, несмотря на серию переговоров, известных, которые проходили между руководством Советского Союза, Великобритании и Франции, вплоть до осени 39-го года, когда эти переговоры завершились в связи с подписанием договора о ненападении, на который вынужден был пойти Советский Союз, договор о ненападении между Советским Союзом и Германией, и нападением нацистской Германии на Польшу. Это вот те соображения, которыми я хотел бы предварить свое очень короткое, на самом деле, выступление. Мы, да, и о чем я еще хотел бы сказать, что благодарен очень организаторам за то, что наш семинар и вообще вся эта совокупность сессий проходит сейчас в эти дни, потому что в эти же дни проходит в России, в Татарстане, международная историческая школа, в которой принимают участие больше тысячи человек, и наш семинар включен одновременно в программу этой школы, соответственно, ее слушатели нас тоже слышат и могут участвовать в дискуссии. Так вот, чем отличается историческая память от просто памяти? Память — это неотъемлемое свойство человека, и кажется, что историческая память тоже. Память — это то, что мы извлекаем из собственного опыта, из собственной жизни. То, что с нами происходило лично. А историческая память — это то, о чем мы откуда-то знаем, о чем мы слышали, о чем мы читали. И вот эта историческая память, на мой взгляд, на взгляд историка, должна быть по возможности, если мы говорим об исторической памяти народов, она должна быть точной, она не должна быть искаженной. Мы знаем примеры, когда в исторической памяти, благодаря каким-то искусственным на нее воздействиям, происходит искажение. И люди помнят, им кажется, что они помнят, не то, что было на самом деле. И какой выход из этой ситуации? Где страховка? Страховка в обращении к историческим источникам, к документам, к воспоминаниям и к трудам профессиональных историков. Я скажу буквально несколько слов о тех проектах, которые реализованы российским историческим обществом в последнее время и будут реализованы в ближайшем будущем. И начать хотел бы как раз с благодарности Совету Европы, потому что именно на этой площадке замечательной, в Страсбурге, проходила два года назад презентация фильма «Собибор», фильма о восстании узников нацистского концлагеря, лагеря смерти в Собиборе. Это сегодня территория Польши, недалеко от границы Белоруссии. И это, конечно, позволило познакомить многих европейцев с этой историей, художественными методами, благодаря художественному фильму. У нас были планы, уже согласованные, утвержденные Советом Европы, провести выставку, посвященную истории европейского сопротивления, сопротивление нацизма, посвятив ее 75-летию победы на нацизму в этом году. 75-летие. Но, к сожалению, известные обстоятельства воспрепятствовали реализации этих планов. Но, тем не менее, цикл историко-документальных выставок «Путь к победе» исторические источники свидетельствуют. Документы, фотографии с переводом аннотаций на иностранные языки эти выставки были представлены в тех странах, которые были освобождены Советским Союзом в ходе борьбы с Гитлеровской Германией. После того, как агрессор Гитлеровской Германии была изгнана с территории Советского Союза, продолжая преследовать врага, Красная Армия освободила ранее захваченные нацистами территории. И информация о том, как это происходило, основанно на документах, была представлена в каждой из этих стран. В планах выставки, тоже документальные выставки, посвященные трагедии мирного населения, трагедии гражданских лиц на оккупированной территории, как на территории Советского Союза, где осуществлялся форменный геноцид, так и на территории других стран, там, где режим оккупации был так же крайне жестоким, как, например, в Польше и отчасти в Чехословакии, так и на территории стран, где он, казалось бы, был мягче, но все равно вызвал к жизни огромную волну героического сопротивления нацизму. И люди, участники сопротивления, навсегда остались героями в памяти народов, например, во Франции. Самый яркий пример. Конечно, мы вспоминаем не только о Холокосте, мы вспоминаем о иноциде сербского народа, который осуществлялся гитлерскими карателями, их хорватскими пособниками и устышами. Это то, о чем нужно помнить, потому что трагедия мирного населения – это, наверное, самая большая трагедия Второй мировой войны. На протяжении всей человеческой истории никогда в войнах так массово и так безальтернативно не подвергалось страданиям и гибели мирное население. У нас даже нет в России, в профессиональной среде, в среде историков, нет точной оценки количества погибших мирных граждан, оценки, с которой бы все согласились. Но ясно, что эта цифра в любом случае не менее 13 миллионов человек. Об этом нужно помнить. Это наш общий долг, это наша общая европейская память. Об этом свидетельствует вчерашнее мероприятие в Сербии, в Белграде, когда у мемориала освободителям Белграда был зажжен вечный огонь, перенесенный от могилы независимого солдата у Кремлевской стены. В прошлом году, в день 80-летия, начала Второй мировой войны, 1 сентября, он был зажжен в Любляне, в столице Словении. Памятные мероприятия с российским участием проходили в прошлом году и в Бельгии, и во Франции, и в Бельгии. Недалеко от Брюсселя был открыт мемориал советским воинам, участвовавшим в сопротивлении. Это советские военнопленные, которые попадали на территорию Бельгии, содержались там в лагерях, на территории оккупированной Бельгии. И когда им удавалось бежать, они соединялись с членами бельгийского сопротивления в партизанские отряды и продолжали борьбу с нацизмом. Это Франция, конечно, Франция, где тысячи и тысячи моих соотечественников участвовали вместе с французскими героями, плечо к плечу с ними, в борьбе с нацистами. Есть замечательная ассоциация «Мемуар Рюсс», которого взглядит Сергей Дыбов, которая занимается охраной и благоустройством могил, мест захоронений советских партизан, которые воевали во Франции. И, конечно, нам нужно говорить об этом, говорить с опорой на источники, с опорой на факты, для того, чтобы наша историческая память была неискаженной, для того, чтобы мы хорошо понимали сами и не давали бы никому себя обмануть, понимали сами, что происходило 80-75 лет назад в Европе. И через какую страшную трагедию все европейские народы, в первую очередь, прошли, и какой еще более страшной трагедии удалось избежать благодаря победе над нацизмом. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Константин, за то, что вы поделились конкретными примерами. Да, я думаю, то, что нужно проводить определенное различие между памятью и сохранение исторической памяти. Хотелось бы передать слово следующему спикеру. Я думаю, то, что сейчас уже у нас совершается такая интересная дискуссия, идет в чате о мультиперспективности. Хотелось бы также посмотреть на эту параметру, этот вопрос с образовательной точки зрения, поговорить о каких-то конкретных практиках и что они могут полезного привнести в нашу работу. Да, доброе утро. Сейчас в Польше еще утро. Возможно, у вас не утро, наверное, уже день. Да, на самом деле, что касается мультиперспективности, ну, хочется сказать то, что не такой простой это вопрос, особенно когда мы говорим об образовании, образовании для молодых людей. Я работаю много с молодыми людьми, то есть в основном я использую неформальный подход в образовании, я работаю непосредственно со школами. И я думаю, то, что роль неформального образования очень важна, особенно когда мы говорим о вопросах, которые мы обсуждаем здесь, и, конечно, мы говорим о разных практиках, доступных сейчас. Важно не только повышать уровень осведомленности, это только одна составляющая, но также думать о других компетенциях, различных навыков, жизненных навыков. Нужно говорить об отношениях молодых людей. На самом деле у меня есть презентация. Сейчас я попробую поделиться. Я надеюсь, видно, да? На экране сейчас выявил презентацию. Итак, я немножко скажу о нашей деятельности и о том, почему мы говорим о мультиперспективности, когда мы говорим о образовании для молодых людей. И потом скажу, что это на самом деле значит, и как мы можем использовать разные практики, исходя из моего опыта, из моей работы. И я очень много работала с вопросами, связанными с сохранением исторической памяти. И я работала с вопросами геноцида, в том числе я работала в разных географических локациях, очень много провела времени в Норвегии, допустим. И, кроме того, я также буду рада ответить на ваши вопросы потом уже после нашей дискуссии. Итак, откуда вообще появился этот определенный вопрос, этот термин вообще мультиперспективности в образовании? Это актуально не только для вопросов сохранения исторической памяти, о которой мы сейчас активно говорим. Есть те самые разные контексты, которые мы можем использовать этот термин и которые очень важны в определенной степени для нашей дискуссии. Во-первых, прежде всего, это исторический контекст. Здесь мы больше говорим о образовании в области истории. И я думаю, что прежде всего это связано с идеей, то что вообще преподавание истории, я думаю, так, наверное, где-то говоря, допустим, о 1970-х годах, начало 80-х, появилась такая идея, то что обучение истории очень ограничено. Есть определенные границы, и есть такой линейный подход к изучению и преподаванию истории, где мы используем только определенные факты. И тогда уже родился новый подход к преподаванию истории. Именно в то время. Потому что нам необходимо было видоизменить какой-то традиционный подход, который долго поддерживался, на протяжении долгого времени, который основывался исключительно на передаче определенных фактов и знаний. И что касается нового подхода к преподаванию истории, Конечно, он не отрицает важность хронологии, последовательности событий и фактов, но этот новый подход сделан для того, чтобы какие-то связи уравить между различными составляющими. С одной стороны, мы хотим теперь преподавать историю, но думать это в реторической ретроспективе, проводить какой-то анализ, и определенный упор делается на навыки, именно анализа, навыки поглощения тех или иных фактов, переработки их для получения полноценной картинки. И еще очень важный момент, который также важен и который непосредственно связан с образованием в сфере истории, это признание того, что преподавание истории всегда преподавалось вообще с точки зрения такой единичной перспективы, довольно односторонне. Это был либо монокультурный подход, этноцентричный подход или эксклюзивный, где мы ссылались на определенную мнение группы людей, но не принимали во внимание, допустим, мнение меньшинства. И третье еще важное соображение. Мы понимаем то, что сейчас школы, они нуждаются в гораздо больших инструментах и разных подходах для того, чтобы подготовить молодых людей к жизни в таком разнообразном мире, многоэтническом, разнообразном с точки зрения культурных, лингвистических, религиозных аспектов. И это очень связано с историческим контекстом. И еще один важный контекст. Да, я работаю очень много с темой защиты прав человека. И в рамках данной проблемы нам нужно говорить о инструментах, которые можем использовать по защите прав человека. И понимать мы должны, какая главная первостепенная задача образования. И на чем должно фокусироваться это образование. Именно поэтому, говоря о правах человека, мы не только изучаем саму тему прав человека, но и посредством самих прав человека мы получаем дополнительную информацию. И мы видим здесь выдержку из декларации прав человека. Мы говорим то, что цель образования прежде всего полностью развития человеческую личность, укрепить эту личность с точки зрения защиты прав человека и также с точки зрения обеспечения фундаментальных прав человека. Здесь нужно, соответственно, продвигать принципы понимания терпимости и дружбы среди всех наций, среди всех рас и разных религиозных групп. Да, это написано в статье 26 данного документа. И при этом необходимо помнить о трех важных составляющих. Это доступ к информации, также свобода воли изливения и выражения. И также необходимо говорить о ценностях, связанных с правами человека. Три основных столпа, которые мы должны интерпретировать, исходя из тех реалий, в которых мы живем, и тех принципов, которые мы хотим сохранять. То есть понимание, солидарность и так далее, и так далее. И еще нужно поговорить о образовательном контексте. Для меня это особенно актуально, когда мы используем именно неформальное образование, когда мы переходим от преподавателя-ориентированного подхода к именно подопечно-ориентированному подходу, когда мы больше думаем о тех, кого мы обучаем, когда мы хотим донести максимальное количество информации, но также предоставить молодым людям определенные инструменты, чтобы они могли работать с этими разными контекстами, что мы должны создавать определенную среду, где люди могут обучаться. И при этом важно, вот в рамках данного подхода, который больше всего сконцентрирован именно на человеке, обучающемся, нужно создавать определенную атмосферу. И мы не только думаем о том, что мы должны преподать в качестве урока, рассказать и так далее. Нужно также и оценивать ту базу, которая уже есть у людей, определенные взгляды, и помогать служить своего рода путеводной звездой в том обиле информации, которая у нас сейчас здесь. Сейчас у нас нужно также понимать две составляющие – коллаборация, то есть сотрудничество, и определенное соперничество взглядов. Как уравнять эти две важных составляющих? Также нужно помнить такое составляющее, как участие. Участие всех обучающихся молодых людей в этом процессе. Нужно наполнить это смыслом, и при этом этот процесс участия должен быть обоюдным. То есть, с одной стороны, мы преподаем информацию, с другой стороны, мы также можем чему-то учиться и у молодого, подрастающего поколения, и также формировать свою деятельность, сходя из их потребностей. Итак, что такое мультиперспективность? Это определенный подход к образованию, который позволяет обучающимся посмотреть на вопросы с разных точек зрения, не с одной точки зрения, с разных углов, как хотите, в временных ретроспективах, с точки зрения различных социальных установок и так далее. Должна быть более чем одна перспектива для того, чтобы расширить эти границы понимания. С одной стороны, у нас есть определенные фильтры, где мы пытаемся использовать максимально актуальную и правильную информацию, но, с другой стороны, эта информация должна быть многосторонней и разнообразной для того, чтобы у нас, с одной стороны, была какая-то основа, но эта основа не была ограничена какими-то теоретическими парадигмами или какими-то определенными установками нашего менталитета. Все, что мы говорим, должно быть свободно от каких-то предубеждений. Мультиперспективность — это очень важный процесс. Это не только, между прочим, процесс или какая-то структура, подход и так далее. Также это определенная транспозиция, которая позволяет, немножко диверсифицирует наш подход, но сделать это в максимально релевантном и эффективном ключе. И для этого нужно создать определенные предпосылки, определенную основу, особенно, когда мы говорим «образование для молодых людей». Во-первых, нужно сделать все возможное, чтобы молодые люди понимали, что есть и другие точки зрения, которые имеют право на существование, и, возможно, они более актуальны для обсуждения наших вопросов. Нужно научить молодых людей поставить себя на другую точку зрения, посмотреть на мир с точки зрения другого человека. Это очень важный навык и способность. А другими словами, просто подводя итог к вышесказанному, мультиперспективностями, она обеспечивает доступ к разным видам информации, к разным подходам, может, даже иногда одной и той же информации, к разным описательным паттернам. И, конечно, здесь мультиперспективность подозревает многосторонность подходов. Она помогает нам помочь понять то, что существование мнений возможно, и это абсолютно нормально в обществе, в котором мы живем. Но также это может быть определенным источником дискуссии и освоения определенных фактов, а не какое-то яблоко раздора. Нет, ни в коем случае. Наоборот, это возможность именно объединяться. Итак, я также еще знаю, я пытаюсь сейчас немножко ускориться, чтобы уложиться, вывести на меня времени. Да, мы проводим большое количество мероприятий с участием молодых людей, особенно по сохранению исторической памяти. И когда мы проводим эти мероприятия, мы пытаемся понять, с чего начать, как выстроить нашу работу. Не буду слишком даваться в детали, но многие вещи, которые мы знаем, и также многие наши соображения, мысли, то, что мы говорим, на самом деле, это во многом основано на том, что у нас заложено подсознательно. И не так, а просто всегда от этого избавиться. Кстати, вы знаете то, что касается наших нейронных связей, нашего мышления. Вы знаете то, что иногда у нас показатель мысли достигает до 90%, то, что происходит на бессознании. И важно уравнять то, что мы делаем, для того, чтобы мы не руководствовали исключительно чем-то подсознательным. Здесь есть большое количество вызовов для выработки определенных подходов. Важно, чтобы мы как-то создавали определенные предпосылки к использованию правильных риторик, правильных подходов. Да, мы все, вот как мы говорим, we are all frame, то есть мы все ограничены какими-то рамками, но необходимо выходить из рамок своей идентичности и вырабатывать определенное критическое мышление. И это неотъемлемой частью связано с вопросом преподавания. Прежде всего, нам к критическому мышлению необходимо выработать подход, где фокус был бы на развитии критического обзора всех вещей и факторов. Опять же, здесь я говорю о различных перспективах, о различных подходах с разных углов к одной и той же ситуации, о признании и также принятии других точек зрения. И это является неотъемлемой частью критического мышления. Это важнейшая составляющая, основа критического мышления, когда у нас есть возможность иногда даже менять свою точку зрения, исходя из тех фактов, которые у нас есть. И это важно также для принятия каких-то решений, также при хождении какого-то вывода. Сейчас я пропущу вот этот слайд, потому что, к сожалению, времени у нас не так много. Что еще мы делаем? Мы очень много работаем с логикой. И также мы, ну, можно сказать, логическими предубеждениями или какими-то ошибками, которые иногда у нас появляются. И это тоже связано с отсутствием надокритического мышления или мультиперспективности. Но, тем не менее, да, с одной стороны, это позволяет нам получать какие-то быстрые ответы и так далее, но это не всегда актуально и не всегда эффективно. Когда мы говорим о истории, часто такое случается, мы иногда приходим к слишком поспешным выводам. Иногда мы стремимся винить кого-то в свершившихся ошибках. Допустим, иногда мы апеллируем к органам власти или к какому-то правящему режиму и так далее. И это связано также с теми ситуациями, когда мы имеем какую-то точку зрения, и мы не готовы не только принять другую точку зрения, но и именно склонно стремиться винить кого-то в тех или иных событиях. И при этом это все связано с нашими какими-то изначальными предубеждениями и не объективностью, а также возможной чрезвычайной неготовностью именно как-то адаптироваться к разным точкам зрения. Хочется сказать то, что это также имеет отношение к определенным эмоциям, но важны какие-то наши эмоции и определенные причины, реальные факты привязывать друг к другу. Они должны быть постоянно взаимосвязаны между собой. И важно принимать во внимание две составляющие, потому что все мы люди, и это является неотъемлемой частью нашей натуры. Итак, как мы можем продвигать принципы мультиперспективности в образовании по части сохранения исторической памяти? Мы должны прежде всего смотреть на роли первичных и вторичных источников. Сейчас мы можем использовать большое количество инструментов и каких-то артефактов для того, чтобы как-то напитываться какими-то фактами. Это и фотографии, и материалы, документальные материалы и так далее. И после этого, когда мы уже имеем большое количество информации, мы можем как-то приходить к определенному заключению на основе солидной базы. Также мы можем воспользоваться групповой работой. Допустим, дать ресурсы разным группам для того, чтобы они проанализировали то или иное событие, а потом попросить группу провести определенные анализы. Почему, используя ваши инструменты, вы пришли к такому заключению, а вы к такому? Ну, это как пример. Кроме того, нужно также думать о поддержании такого чувства, как эмпатии, то есть определенное сочувствие тоже. А это делается посредством совместных каких-то мероприятий, где мы обсуждаем разные события, войны и не только. И иногда в наших мероприятиях мы используем такие подходы, и это можно сделать посредством, допустим, симуляции приемных исторических событий, ролевых игр, допустим, что я думаю, а потом попробуйте вы защитить свою точку зрения с другой именно позиции. И, конечно же, когда мы изучаем то, что люди думают, а почему они так думают именно так, это не только то, что вы говорите, а почему вы думаете, говорите так, а чего это происходит, с чем это связано. И далее. И последний момент, который я хотел бы сказать, это тот опыт, который мы получаем в нашей организации, и как мы с этим работаем. Я думаю, что это не столько такой пример, который сам себя может пояснить, потому что, да, представьте, вот люди в УТОе могут почувствовать, что мы присутствуем здесь, и могут почувствовать также и ситуацию. Но что мы делали? Мы принимали большое количество групп людей. В прошлом году, когда можно было встречаться лично, и последняя встреча была как раз посвящена встрече молодых политиков из этих стран. И молодые люди приезжали из правого крыла, из левого крыла. То есть совершенно разные люди, которые иногда представляют собой оппозицию, в том числе, как они воспринимают мир, что они думают обо всем и так далее. А, как правило, такие виды деятельности начинаются с посещения 22 июля. Центр рассмотрит видео, рассматривает различные видео с камеры, рассматривает артефакты, читают ключевые приказы. Нет никакого руководства в центре. Люди сами решают, как они будут себя вести. Людям самим нужно открыть, что они видят, открыть это для себя и понимать, почему это было сделано именно так, а не по-другому. И, конечно же, есть определенные... Вот это по поводу фактов, мнений и эмоций, что очень важно исследовать. И это связано с тем, что, если вы посмотрите на эту фотографию, может быть, она не говорит вам много, но она говорит вам о том, что вот происходило в какой-то момент, что происходило в УТЭ 22 июля. И ниже этой линии есть факты, нечто, что было отмечено полицией, людьми и так далее. То есть по часам, что происходило. И под этой линией, еще ниже, эти факты поддержаны текстовыми сообщениями, которые направляли молодые люди друг к другу, своим семьям, друзьям, по поводу того, что же действительно произошло. То есть мы видим, что здесь много других фактов, альтернатив от них. И если вы прочитаете это, то да, они очень часто говорят, да, я думаю, это происходило. И также очень часто говорят об эмоциях и говорят о важных вещах. А также мы стараемся проводить собрание в УТЭ, и я полагаю, что это была поворотная точка для многих людей, посещение мемориального сайта. И это очень интересный опыт. Интересно с той точки зрения, что часто мы обсуждаем, почему был построен такой мемориал, почему именно такое, как решили с теми людьми, которые выжили, как это обсуждали с родителями, тех людей, которые погибли, и так далее. И я думаю, что это очень важная информация, очень важная для изучения, когда мы приходим именно к этому виду деятельности. И, конечно, мы много работаем с тем, что мы видели, с тем, с чем мы столкнулись, и приходим к этому многоперспективному подходу, когда мы работаем вместе с большим количеством людей. Мы понимаем, почему мы так думаем. Мы развиваем различные компетенции. Мы работаем на восприятии различных агентств. Мы понимаем, что мы можем что-то сделать, можем поменять ситуацию. Это создание пространства для молодых людей, для того, чтобы они говорили, почему они думают именно так. Это изучение того, какие у нас есть схожие и различные моменты в нашем восприятии. Есть много больших различий, которые фокусируются на том, что мы выбираем одну или два пункта, над которыми мы можем проработать и работать с ними. Это тот опыт, с которым мы столкнулись. Да, и большое спасибо. Прошу прощения за то, что так долго выступал. Да, я думаю, что вы предполагаете, что мы все знаем, что происходит в Уайт-Толе. И вот есть вопрос в чате. Хотелось бы уточнить, что же произошло в Отое-Дейк. Отое – это очень маленький остров, где-то 40-50 километров от Осло. И там, в Утое, сейчас было уже много, год достаточно прошло. В Утое было массовое нападение. Я не знаю, помните вы или нет, может, кто-то ни разу не слышал. И в 2011 году это было. Андрес Брейвик, человек, который родился в Осло, он написал свой манифест, большой манифест. Там было полторы тысячи страниц о превосходстве белой расы и о превосходстве одной нации. И это очень экстремально правый, очень националистический манифест. И он, в этот день, 22 июля, он совершил несколько преступлений. Было не только одно преступление. Он взорвал человека, взорвал в правительственном квартале в городе Осло. И как раз это было недалеко от места, где находится премьер-министр. Несколько человек умерло. И там были не только люди из правительства, потому что в этот день в здании было не так много людей. А после этого он одет как военный, как полицейский. И он направился на остров Утоио, где был летний лагерь молодых людей из лейбористской партии. Каждый год там был летний лагерь и школа демократии. И он направился туда, потому что он посчитал, что эта партия, это нечто, что приносит Норвегии негативные вещи, нечто, что создает слишком много мультикультурности в Норвегии. И таким образом, да, он так понимал этот вопрос, и он приехал туда, и он расстрелял людей. Более 70 человек молодых людей он застрелил. В возрасте 14, 15, 16 лет эти люди умерли там. Многие люди выжили, кто-то убежал. Многие люди смогли спрятаться, и его поймали, полиция его поймали, и его приговорили к 50 годам тюрьмы, потому что это самое большое количество лет, которые вы можете получить по приговору в Норвегии. Да, хорошо. Спасибо, Дерек. Я думаю, это проясняет. И также мы развестим больше информации об УТОИ, и также презентацию, если мы какие-то вопросы видим. И также, конечно, мы все запишем и предложим вам. Не сегодня, не обязательно сегодня. Итак, есть, ведет, я вижу, в чате много дискуссий, и я знаю, что кто-то поднимает руки, я это вижу, и, как я уже обещала, я предоставляю слово через секунду тем, кто поднимал руки. Александр, вас заметили. И я бы хотела вспомнить, был вопрос в чате по поводу того, каким образом Совет Европы работает с отрицанием Холокоста в образовательных программах. И я думаю, что вчера также говорили на семинаре, и там было много семинаров, много информации по этой теме, каким образом это воспринимается различными департаментами, как формируется ложная информация, фейковые новости и так далее, как это представлено в культурном церкви и так далее. Я бы предложила, и он также рассказал о нескольких, скажем так, стандартных документах, которые сейчас находятся в обсуждении, и я бы предложила вот эти все ресурсы использовать на электронной образовательной платформе, чтобы вы могли изучить их более тщательно. А также есть длинный комментарий, вот один из моих коллег. Я понимаю, что Альбина хочет задать вопрос, добавить нечто. Да, я хотела отреагировать на вот этот длинный комментарий по-русски, и также хотела добавить к той информации, которую предоставил Жан-Филипп. Это очень здорово, что он смог предоставить всю эту информацию, потому что это действительно проясняет. Да, Альбина, давайте вот этот услышим комментарий по-русски, чтобы либо вы, либо наши коллеги озвучили. Да-да-да, я к этому приду, я переведу вам комментарии, но прежде всего некоторые моменты в том, что касается отрицания Холокоста, в дополнение уже ко всей операционной информации, которая была предоставлена, я бы хотела внести два элемента с точки зрения политического аспекта. Прежде всего у нас была декларация Министерства образования от 47 стран участников в том, что касалось их необходимой нашей потребности в школах, и все понимают важность сохранения памяти о Холокосте 27 января, когда советские солдаты освободили пленников из Аушвийца, а также это очень важный политический вопрос, когда наше государство признает необходимость, что все школы в государственных участниках должны помнить в этот день об этом событии. И также есть другие юридические моменты, об этом я расскажу чуть позже, или вы можете взять мой электронный адрес, и мы обсудим. Европейский суд по правам человека, есть очень длительное количество различных судебных дел по отрицанию Холокоста, с учетом того, что все юридические системы, которые Европейская Конвенция по правам человека не защищает, и отрицание Холокоста с учетом свободы выражения, свободы речи, свободы манифестации и так далее, и это очень интересный вопрос, потому что это развивалось с течением лет, и это уходит несколько дальше, чем просто отрицание Холокоста, это идет к реабилитации нацистского режима в некоторых элементах, я имею ввиду с юридических позиций, с точки зрения юриспруденции Европейского суда по правам человека, и есть некие элементы оправдания, почему не защищают человеческие права, именно вот в этих вопросах и в этих речевых выражениях, это не только связано с исторической перспективой, но это также связано и с юридической перспективой по защите достоинства жертв, и есть очень хорошие юридические наработки, есть терминология в юридической защите, почему это так важно защищать достоинство жертв, для тех, кому это интересно, мы можем продолжить это обсуждение далее, я вам могу направить информацию, это первое, что я хотела сказать, а второе, был длинный комментарий, сразу после моей презентации, комментарий был на русском, который говорит, что, я цитирую речь вчерашнего спикера Александра Чебарьян говорила о создании новой методики рассмотрения истории и событий Второй мировой войны, как человек и фронт, человек и тыл, человек и концлагерь и так далее, и суть системы в том, чтобы сказать, как человеку было плохо во время войны, и что война это плохо, данная система может привести к крайне негативным последствиям. Подождите, я читаю, и человек там становится главным приоритетом, выходит на первый план, и государство остается на фоне, и таким образом человек будет воспитываться собственное благополучие, а не благополучие страны и государства, и мы можем получить общество, где каждый будет сам за себя. Что вы думаете об этом, коллеги? Альбина, на секунду, можно вас прервать, потому что сейчас мы слышим комментарий и вопрос на фонарьной сессии, и также хотелось бы ответить на вопрос от Александра и пригласить всех спикеров ответить на этот вопрос, если возможно. Александр, вам слово. Здравствуйте, большое спасибо, мне очень приятно, я хотел бы задать вопрос Константину Юльичу, буквально недавно видел его выступление на Всероссийском Патриотическом форуме, и мне очень понравилось его выражение, что историки, они бывают разные, такие же, как йогурты, не все они одинаково полезны. За это вам большое спасибо, прям вот запала эта мысль и очень сильно ее поддерживают. Вопрос заключается в следующем, скажите, пожалуйста, как противостоять попыткам фальсификации истории, которые происходят в странах бывшего Советского Союза и в странах, которые, в принципе, во времена Второй мировой освобождала советская армия и страны-союзницы. Ну, на примере, вот мы знаем прекрасно, в Латвии и Эстонии проходят марши чествование ветеранов СССР, в Польше очень часто сносят памятники военнослужащим Советского Союза, ну и на Украине тоже мы видим то, что там происходит все очень достаточно плохо. Поделитесь, скажите, пожалуйста, как вот вы считаете нужно противостоять вот таким негативным явлениям в сфере истории? Спасибо. Окей, thank you very much. If I see there are other hands up, if we can talk... Спасибо большое. Да, я вижу другие поднятые руки, я думаю, то, что, наверное, мы можем попробовать, не знаю, как ответить на эти вопросы, а потом к следующему кругу вопросов перейти. Я хотела сказать, что я видела поднятые руки, я вас о всех помню. Я так понимаю, Альбина, подождите, хотели прокомментировать тоже, кто еще? Да, вижу. Альбина, можно мы немножко позже придем к комментариям или как, или сейчас? Я постараюсь быстро, телеграфично прокомментировать и готова к дальнейшему обсуждению. Во-первых, мне очень понравилась эта дискуссия, и мне очень понравилось, что вчера Александр говорил. И я хотела бы сказать то, что, хочется сказать, что каждый историк живет в рамках более крупной истории. Даже если мы смотрим на какую-то индивидуальную историю или на индивидуальный кейс, как сказал господин Чабарен, все равно мы рассматриваем это индивидуальную историю в рамках более крупной картинки, в рамках более крупных событий, пытаясь выровнять это с теми событиями, которыми мы заинтересованы. Второе, когда я была совсем маленькая, я жила в Карбышеве, и если бы мне не было бы интересна история Карбышева, я, наверное, не пошла бы дальше уже к более крупной истории не только Карбышева, как какого-то единичного города, а также я не стала бы думать о Карбышеве в целом, о роли этого города в рамках тех событий, о истории большого количества солдат. Тогда есть определенная связь между единичной личной историей и историей более крупной, более общей риторики и вообще истории большего контекста. И второй момент, который я хотел просто добавить к своему выступлению, когда мы говорим об истории, о сохранении исторической памяти, важно обсуждать это не только с историками или преподавателями истории, важно это обсуждать с психологами и также с нейробиологами. Мы должны обсуждать когнитивную функцию. Есть очень интересные исследования психологов, и мы также их используем, и сейчас мы взаимодействуем с транспоколенческими травмами, которые переводятся из одного аспекта в другое, из одного поколения в другое. И мы наблюдаем то, что иногда поколения, которые сейчас растут, они живут с травмами, которые были получены предыдущими поколениями. И это влияет на нашу память и нашу рефлексию, это влияет на наше сознание и отражается на нашей реальности, как мы ассоциируем себя с эмоциями предыдущего поколения. Я знаю только, как это называется, это очень интересный такой нейробиологический процесс по части сохранения нашей памяти. И здесь объясняется то, что, опять же, на русском... ...обретения, отражающиеся на данные. То есть у нас новая память, но с теми фактами, которые также могут быть связаны с предыдущим поколением. И поэтому, возможно, историки могли бы работать с какими-то отдельными историями человеческими, использовать мульти-модальный подход к общему понятию. Да, то есть это междисциплинарность. Я вас поняла. Сейчас хотелось бы передать слово Константину для того, чтобы он ответил на конкретный вопрос, который был задан. И, возможно, какая-то рефлексия дополнительная по нашему обсуждению. Да, спасибо большое за возможность ответить, за вопросы, за добрые слова, мой адрес. Конечно, надо понимать, чем вызвана вот эта фальсификация или искажение истории, о которой говорилось в вопросе. Это, к сожалению, на сегодняшний день такая политическая мода в некоторых, не во всех политических кругах отдельных стран. Мы прекрасно общаемся, взаимодействуемые наши коллеги, контактируют с профессиональными историками, с серьезными историками европейских государств. И я вас уверяю, что дискуссия между профессионалами идет в академических рамках и редко, когда кого-то можно обвинить в отходе от таких профессиональных принципов, профессиональных устоев и приверженность политиканству. Да, но в чем состоит цель? Цель стоит в том, чтобы вот этих некоторых политических кругов, о которых я говорю, цель состоит в том, чтобы назвать агрессора жертвой, а жертву агрессором или палачом и переложить на Советский Союз, который стал жертвой нападения гитлеровской Германии 22 июня 41-го года ответственность или часть ответственности за развязывание Второй мировой войны и при этом снять вот эту ответственность частично с гитлеровской Германией, ну и со всех остальных стран, которые в результате вот этой обстановки дефицита доверия, о которой я говорил, не смогли договориться и солидарно противостоять агрессору. в свое время не смогли договориться. Так вот, в чем цель? Переложить эту ответственность, назвать Советский Союз одним из виновников развязывания Второй мировой войны и дальше сказать, что Россия, как преемник Советского Союза, является возможным источником нестабильности в Европе. И из этого уже делают современные политические выводы, в том числе в отношении размещения войск и вооружений вокруг российских границ. Это не имеет никакого отношения к истории, не имеет никакого отношения к исторической памяти и по большому счету не должно являться предметом нашего сегодняшнего разговора. А как противостоять вот этому искажению? Ну, очень просто, только чистой водой смывается грязь, только рассказом о том, что было на самом деле, только обращением к документам и формированием того, что мы называем исторической культурой, привычки говорить об истории с опорой на документы, факты, а не выдумки. И вот это очень важно, это обращение к документам, к архивам, к музеям. Это то, ради чего мы работаем как российское историческое общество и то, ради чего проводили в том числе вот эти выставки, о которых я говорил. Спасибо большое. Спасибо большое. Константин за то, что вы поговорили об этом. О вопросах вот этих двух вы хотите также поговорить, возможно? Нет, на самом деле, наверное, нет. Я думаю, что ко мне был вопрос адресован. Мне нужно это комментировать? Что там написано? Какой вопрос? Я так полагаю, что он на русском? Нет, на английском на самом деле. Это Ятавашен, он говорил именно, использовал определенную роль, когда именно он непосредственно говорил о вопросах колокола, говорил, что реальная идентификация невозможна, и даже она желательно, когда это ведет к слишком большому эмоциональному трансферу. Я именно говорю о 2003 инструкциях для тех, кто работает в сфере образования. Вот этот вопрос, если у вас какой-то опыт в этом сфере, я думаю, уже нет, не надо мне отвечать, нет, сейчас, подождите, я вижу, у нас уже поднятые руки, сейчас я Ивану, наверное, сейчас перейду, и потом мы вернемся, наверное, к этому вопросу. Так, чтобы нам выстроить последовательность. Иван, можно я вам предоставлю слово? Иван, вы меня слышите? Я просто видел, что вы подняли руку, давайте сначала поднимем руки. Доброго времени суток всем. Хотел бы немножечко добавить о словах Александра, который он говорил, почему многие другие истории, другие страны меняют историю, но как с этим бороться? Мне кажется, в первую очередь, нужно бороться, это не смотреть и не слушать таких историков, это первое. Второе, наверное, все-таки и смотреть на тех историков, которые наши, в нашей стране, о чем они пишут. И второй вопрос, я два года езжу в Украину и неоднократно, когда я еду туда, мне говорят о том, что ай-яй-яй, там все плохо, смотри по телевизору, что происходит. По отношению к исторической памяти. Я вижу там очень много памятников советским солдатам, написанных на русском языке. Я очень много встречаюсь с людьми, которые говорят о том, что они не имеют против ничего советского народа и всего того, что происходило в те годы. Поэтому, прежде чем говорить такие громкие комментарии о том, что там, к примеру, в других странах с памятниками относятся очень плохо, я бы хотел сказать, что нет. На самом деле, если брать рядом с нашими странами та же страна Украина, все абсолютно происходит не так, как говорят по телевизору. Не смотрите телевизор, больше читайте, разговаривайте, либо ездите в другие страны. хорошо. 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 Я... Хорошо. Поняла ваше соображение, комментарий. Спасибо большое, Иван. Это больше такой общий комментарий, чем рефлексия непосредственно по нашей беседе, хотя, конечно, имеет отношение к нашей теме. Но интересный комментарий. Итак, насколько я понимаю, потому что у нас здесь были подняты разные вопросы и так далее. Хотелось бы немножко отступить от нашей темы. Я понимаю, что Жанн Филиппо тоже имеет какие-то комментарии и конкретно той дискуссии, которая у нас сейчас была о сохранении исторической памяти и так далее, и так далее. Наверное, я передам слово тогда Жанну Филиппу, чтобы он прокомментировал, а потом уже поговорим о вопросах касательно образования и компетенции, которые мы видим на платформе. Возможно, тогда мы немножко перенесем в эту сторону, а потом вернемся к образованию. И хочется сказать, да, у меня в час намечено, да, написано, то, что мы заканчиваем, так, это... Я просто пытаюсь посчитать, да, два часа, да, по местному времени в Москве мы заканчиваем. Сейчас мы пытаемся быстро уложиться по времени. Жанну Филиппу, вам слово. Да, спасибо большое. Доброе утро или добрый день, в зависимости от того, где вы находитесь. Ну, хочется сказать, очень-очень интересная дискуссия. Я постараюсь быть максимально лаконичен. Итак, первое, что хотелось бы сказать с точки зрения междисциплинарного подхода, который вы упоминали, и в том числе об этом говорил Абина, и не только, и также говорили об участии психологов и так далее, хотелось бы подчеркнуть то, что все рефлексии, которые у нас есть по данному соображению, очень актуальны и очень важно иметь правильный междисциплинарный подход. И я знаю то, что многие философы высказывались за такой подход. Допустим, одного французского философа, Альберта Моноа, который тоже написал о истории и различных подходах к этому вопросу с точки зрения определенных психологических аспектов принятия прощения и принятия фактов. И второе, как я сказал, когда мы говорим о вопросе исторической памяти, мы понимаем то, что это очень многостороннее понятие, очень сложное вообще понятие по своей натуре, и поэтому требует очень серьезной проработки, непрерывной работе. И также, говоря о исторической памяти, нам нужно понимать о различных событиях, анализировать и смотреть не только, допустим, о 20... и анализировать, допустим, 20 век или 21, нужно, возможно, смотреть и другие события, допустим, в 16 веке была война, допустим, религиозного характера во Франции не только связана, и мы знаем то, что до определенного периода некоторые факторы тщательно скрывались или накладывались определенные ограничения на обсуждение определенных факторов. И важно, чтобы у нас не было таких ограничений. Как говоря об исторической памяти, есть вещи, которые мы не должны забывать. Мы должны делать максимально транспарентную и открытую информацию, если это актуально для сохранения исторической памяти, если у нас есть даже разные взгляды, если у нас есть какие-то неприятные события прошлые. Нужно, чтобы мы принимали эти факты как неопъемлемую часть нашего прошлого. И неважно, в какой группе мы находились, на стороне победителя или на стороне проигравшего жертвы или нет. Важно принимать во внимание все эти факторы и также использовать их максимально для нашей совместной работы. Мне понравился очень комментарий от Ивана, мне понравился комментарий от Абина и от многих других участников. Да, много говорилось и о искажении определенных исторических факторов, но даже если у нас есть искажение на дофакторов, важно, чтобы мы хотя бы на индивидуальном уровне вырабатывали критическое мышление. Об этом говорилось и в презентации. Да, потому что я понимаю, да, возможно, у меня какие-то свои взгляды и у нас подрастающее поколение может иметь какой-то закренелый уже взгляд на ту или точку зрения, которая взращивается с самых ранних лет. Нет, но я понимаю то, что важно то, что, да, есть определенные факты, которые нужно принять, если они есть. Мы знаем то, что советская армия освободила военно-пленных в Аушвице, например, и так далее, и так далее. Как бы ни хотелось искажить эти факты, это часть истории, это связано с болью, это связано с потерями, это связано со страданиями и всеми зверствами войны. И если мы будем избегать какие-то факты, связанные с военными действиями, с фронтом освобождения, с теми, ролью, которую сыграл те или иные народы в войне, мы не добьемся никакого успеха. И я на самом деле верю, то, что мы должны упоминать все элементы. Очень важно, а Константин почему-то не скатал ничего о соглашении Молотова и Римитропа, там тоже интересная вещь, и это важно с точки зрения также анализа определенных исторических фактов. И если мы не будем еще раз признавать важные пехи в нашей истории, документы и так далее, тогда это будет просто болезненный процесс хождения по кругу. Именно поэтому мы сейчас также говорим о важности просвещения, повышения осведомленности, о различных подходах в сфере образования, многосторонних, о выработке критического мышления. Нужно действовать разумно, осознанно, с приятием определенных фактов. И важно принять ту боль, которая у нас была в прошлом. Боль была, были страдания. И без принятия этой боли переработки нельзя выработать демократический подход, основанный на принципах нашей совместной солидарности. Мы понимаем, что мы все можем быть и виноваты в этом. Все, что мы делаем, мы должны защищать историческую память. И я постараюсь еще больше не занимать времени. Большое спасибо. Большое спасибо, Жан-Филипп. Я полагаю, что очень важно говорить о таких вещах, вспоминать об этой работе и также не забывать о том, что раньше было. Сейчас я бы хотела передать слово Константину Могилевскому. И я думаю, что было очень много вещей, которые непосредственно были обращены именно к вам. И дальше хотелось бы перейти к вопросам образования, которые также отчасти представлены в нашей дискуссии в чате. Константин, вам слово. Да, я благодарен всем участникам дискуссии, которые не оставляют равнодушной та тема, которую мы обсуждали. Мы продолжаем обсуждать. Я должен обратить внимание Жанны Филиппа о том, что я сказал о соглашении в факте Молотова-Риббентропа, который был заключен 23 августа. Я сказал о том, что это как раз и стало результатом неудачных переговоров между Советским Союзом, Великобританией и Францией. Это стало именно следствием отсутствия взаимного доверия и привело в результате к гораздо большим потерям, чем к тем, которым мы могли бы все вместе тогда обойтись. Но речь не об этом. это действительно предмет большой серьезной дискуссии, в которой нужно обращаться к документам. Я еще на одно хотел бы отреагировать замечание о памятниках. Действительно, очень разная ситуация в разных странах и даже в разных регионах с памятниками Второй мировой войны, периода Второй мировой войны. и здесь ни в коем случае нельзя говорить в общем и нельзя обижать целые народы, которые очень часто, очень бережно относятся к наследию Второй мировой войны. Вот, например, в Австрии все памятники освободителям Австрии в прекрасном состоянии, прекрасном. они благоустроены, они ремонтируются, все захоронения в порядке. До одного человека, то есть всех по именам, всех людей, которые погибли на территории Австрии и там захоронены, знают австрийцы. В Румынии тоже все воинские советские захоронения на учете и все памятники в большом порядке. А Россия по соответствующему межгосударственному соглашению занимается охраной и бережет захоронения тех румынских солдат, которые были в составе армии агрессора, погибли на территории нашей страны, но наша страна не воюет ни с останками, ни с памятниками. Так же, как и румыны, так же, как и австрийцы, так же, как и славянцы. В Словении я должен сказать, что за последние десятилетия даже ряд новых захоронений обнаружены и поставлены, установлены памятники. И в то же время мы видим действительно такие печальные, прискорбные примеры от войны, прошлой войны с памятниками, как, например, в целом ряде польских городов, к сожалению, потому что гражданское население Польши очень сильно пострадало от гитлеровской агрессии, от нацистской оккупации. И множество, сотни тысяч поляков, это герои Второй мировой войны, которые воевали за освобождение Польши, как в составе вооруженных сил, так и в рядах сопротивления. У нас сожаление, большое сожаление вызвало расправы над памятником Конева, демонтаж этого памятника. Маршал Конев, полководец. Вы знаете, я видел архивный документ, когда войска под командованием маршала Конева перешли советскую границу и вошли на тогдашнюю территорию Польши, оккупированную гитлеровской Германией, был приказ, который запрещал движение тяжелой техники, танков в первую очередь, по дорогам общего пользования, для того, чтобы не разрушить эти дороги и не нанести еще больше ущерб хозяйственной жизни этой страны. Понимаете, это отношение было во всем. Это отношение было к архитектуре, к культуре местного населения, к верованиям. Оно было действительно очень бережно. И поэтому нам, конечно, очень горько и обидно, когда памятник выдающемуся полководцу Коневу в Праге демонтируют. В странах Балтии, вот мы помним, уже довольно много времени прошло после демонтажа памятника бронзовому солдату в Эстонии. Но вместе с тем мы видим много примеров действительно такого серьезного, честного отношения как властей, как властей отдельных государств, так и местных властей, и прежде всего, конечно, людей к памятникам. Я бы хотел сказать, что историческая память нормального человека не должна приводить к воинам с памятниками, и к воинам с могилами, с останками. Вот это, мне кажется, такое заключение, с которым мы бы все могли согласиться, как приверженцы идей демократии, прав человека и верховенства права, конечно же. Спасибо большое. Большое спасибо. Большое спасибо за это вдохновляющий посыл и заключение. Я понимаю, что Альбине нужно сейчас уехать и нужно попрощаться с группой. Альбина, вам слово. У вас микрофон выключен, Альбина. Уважаемые коллеги, мне очень жаль, но, к сожалению, мне нужно уехать, потому что у меня в час будет другая встреча в другом здании, и туда еще надо добежать. И сейчас я бы хотела поблагодарить вас за эту дискуссию, я бы хотела поблагодарить всех участников за ваши вопросы. И я надеюсь, что мы останемся на связи, если вы хотите в дальнейшем провести обсуждение. Но сейчас хотелось бы сказать одно небольшое замечание, свой вклад в эту рефлексию. Будучи политическим советником, я вижу, что политическая конъюнктура постоянно меняется, и постоянно мы видим изменения в правительствах, в партиях, в выборах, и видим изменения в политических речах, в аргументах, в спорах, но также очень важно и особенно сложно видеть в том, что у нас есть какие-то замороженные зоны или вокруг них, что люди, индивиды продолжают общаться друг с другом, продолжают слушать и слышать друг друга, воспринимать позиции друг друга и использовать факты, использовать исторические факты для того, чтобы обсуждать эти вопросы, для того, чтобы иметь такие платформы, которые могут быть представлены и на которых можно обсуждать, как двигаться дальше, как двигаться дальше. Среди нас мы все взрослые, мы все сознательные люди, мы понимаем, за кого мы голосуем и как мы голосуем и почему мы не голосуем, и также у нас у всех есть моральное внутреннее понимание вот этих трех столпов, с которых я начала нашу дискуссию права человека, верховенство закона и демократия. Поэтому да, вот эта моральная база, я уверена, и наш разум может помочь нам продвигаться дальше, несмотря на сложный политический контекст. Спасибо и надеюсь в следующий раз мы обязательно общаемся больше. И всех с наступающими праздниками всеми. спасибо, Альбина. Я бы хотел еще на 5 минут задержать вас, если можно. И хотелось бы передать слово Тарику, потому что я полагаю, что было несколько вопросов, которые были связаны с образованием, и вот один из них был как раз непосредственно уже задан ранее, но у нас были вот эти длинные дебаты по поводу того, как мы должны работать с прошлым, и почему мы так фокусируемся на том, что было раньше, и один из них был связан как раз с ролью и то, что вдохновляет или не вдохновляет людей с точки зрения методологии. Я думаю, был еще один вопрос, который также очень интересен. Это вопрос по поводу компетенций и насколько важно развивать компетенции людей, и каким образом, я думаю, что вопрос больше был о том, какая польза от этих компетенций, как их использовать, если решение принимается как раз руководством. Дерек, передаю слово вам. Большое спасибо, не знаю, сколько у меня времени, но поскольку это вопрос очень большой, безусловно, да, я знаю. Большое спасибо за дискуссию, я с интересом слушаю, и я думаю, каким образом эта дискуссия отражает все, много, вот, многосторонний подход, и есть различные комментарии, различные мнения, различные мнения, да, и я полагаю, что это очень важно работать также и с мнениями, но, конечно же, мы должны понимать, что мнение это не альтернатива фактам, это нечто, что тоже очень важно помнить, что это мнение, и поэтому работа, роль работы с молодыми людьми, именно потому, чтобы они умели различать факты и мнения, очень важно, это связано не только с исторической памятью, но и также с образовательным процессом, это может помочь им использовать интернет-ресурсы и так далее. А в том, что касается ролевых, да, я думаю, что это очень дискуссионная такая образовательная методология, ролевые игры, и я думаю, что это может быть очень опасной практикой, конечно же, но также я полагаю, что все, что угодно может быть опасным, все, что угодно может оказаться плохим, если это не делается теми людьми, которые понимают, что они делают и каким образом нужно это делать, поэтому я думаю, что если вы решаете использовать ролевые игры или если вы решаете использовать активности по имитации каких-либо событий, главное помнить и понимать о том, какая у вас цель и чего вы хотите достичь через эту практику, потому что если ваша цель состоит только в том, чтобы поднять эмоции людей, то тогда это неправильная цель, это не образовательная цель, и поэтому я думаю, что это самая главная вещь, которую вы должны помнить. Второе состоит в том, что особенно, когда дело касается образования в области сохранения исторической памяти, очень хорошо и очень полезно понимать, с кем вы работаете, то есть с какими людьми вы работаете, и постоянно проверяете, какое понимание у них есть исторического контекста, который вы обсуждаете, и я полагаю, что необходимо убедиться в том, что у них есть хорошее правильное понимание, и это будет помогать вам развивать вашу образовательную методологию. И очень хорошо, также очень хорошо иногда, в большинстве случаев, когда вы решаете проводить подобные активности, особенно по чувствительным темам, хорошо делать это с поддержкой других людей, то есть это не только вы на себя все это взвалите, но также должны распределять ответственности на других людей, кто-то будет вас консультировать, правильно ли так делать или неправильно, или делать это совместно с другими людьми. Поэтому есть большое количество моментов, и я думаю, наиболее важным моментом здесь является то, что может быть поэтому как раз вот эти активности не так ценятся, это сделать хороший брифинг после активности. Если вы проводите такую активность, нужно не просто на этом завершать, а нужно добавить образовательную часть, где вы будете проверять, что люди чувствуют, что люди думают, что люди пережили, каким образом этот опыт важен для них, и каким образом они могут перенести этот опыт, эти знания в свою жизнь. Чему они научились и как они могут использовать эти знания. Но это подходит любой образовательной активности, не только имитационной активности. И особенно в имитационной активности это очень важно, и это очень сложно, потому что это может поднимать большое количество эмоций. И да, я думаю, что вы, будучи фасилитаторами или педагогом, вы должны убедиться, и это главный момент, вы должны подумать об этом, и вы должны подумать об этом в образовании, в любом образовании, и особенно в образовании по сохранению исторической памяти, что ваша главная задача создать безопасную среду образования. Это первые моменты, которые вам нужно помнить. Если вы подумаете, что ваша имитация может закончиться с тем, что люди заплачут, и каким образом будут выбегать группы издания, потому что это слишком серьезный опыт, тогда не надо это делать, попробуйте какой-то другой подход, ведь есть другие инструменты. Я думаю, то, что создание безопасной среды образования, это очень важная вещь. Еще второй вопрос касательно компетенции. На самом деле, есть разных подходов, много вообще компетенций, и я думаю, то, что в Совете Европы это хорошо знают, есть также компетенции, связанные с демократической культурой, мы очень активно занимаемся рефлексией по этому вопросу, мы говорим о ценностях, мы говорим о создании критического понимания, мышления, определенных знаний, подходов, выработки навыков. И я думаю, то, что вы, работая в образовательной сфере, являясь проводниками, должны об этом помнить. Я сейчас говорю не с точки зрения неформального подхода, я сам по профессии не определенная именно история, как более классические. У меня нет каких-то обязательств или ограничений, связанные с образовательной программой или подходом. Но я думаю, все-таки, прежде всего, наверное, несмотря на то, как мы работаем, у нас есть одна более общая, подхожая платформа. Но я думаю, в любом случае, когда вы занимаетесь какой-то образовательной деятельностью, все-таки на вас определенная ответственность, у вас есть определенные права, и вы должны понимать и принимать решение, что особенно актуально и эффективно для вашего подхода. Есть определенный набор компетенций, неважно, чем мы занимаемся, либо это какой-то институт, какое-то учреждение, либо просто индивидуум. Важно именно осмыслять, что нужно использовать. Важно, возможно, проводить какие-то переговоры, в том числе и с самим собой, какие способы, какие подходы будут наиболее актуальны в нашей работе и как мы их будем использовать в работе. Это очень важно. Я думаю, лично даже сказать то, что такая гражданская у меня есть смелость, то, что если, допустим, я понимаю то, что вдруг мне пытаются вменять какие-то компетенции, что-то навязывать, это полный отстой. Мне это не нравится, извините за такое слово, потому что важно также понимать, вы должны понимать то, что у вас есть свое критическое мышление, свой определенный подход определенной ценности. Мы живем не с закрытыми дверями, естественно, у нас есть какой-то определенный подход, и исходя из общих выработанных принципов и основы на своих в том числе, важно это использовать в своей работе. И нельзя просто как-то что-то искусно делать, используя только инструменты, что вам навязывают. Если вы не согласны, вступайте в переговоры, обсуждайте это, говорите, что, возможно, другие подходы более актуальны. Хорошо, спасибо, Дэвид, спасибо большое за то, что присоединились к нашей дискуссии. На самом деле, мы сейчас уже движемся к заключению, я вижу Константина, так, кто еще хотел что-то сказать, наверное, возможно, у нас буквально совсем немножко времени, чтобы попрощаться с нашими участниками, решить, что мы будем делать дальше. Что вы хотите сказать? Ну, я со своей стороны просто хочу попрощаться, сказать то, что для меня эта дискуссия была очень интересной, потому что это настолько тесно связано с моей деятельностью, и поэтому хорошо, что сейчас я, возможно, выступил немного другой роли. Сейчас мне не совсем привычный, но я надеюсь, я внесу вклад в нашу общую дискуссию. Спасибо большое. Так, последние буквально минутки. Константин, Константин, вы хотите что-то сказать? Да, я хотел бы тоже поблагодарить всех участников за очень интересный разговор. Мне понравился очень тезис Дарюши насчет переговоров, которые мы иногда должны вести сами с собой. Это процесс по-другому описывается как мыслительная деятельность. Я бы вот тоже хотел бы призвать вас больше думать, больше размышлять, задавать вопросы как самим себе, так и окружающим, и стараться отвечать на них точно, аргументированно, обоснованно, используя достоверные источники. И, конечно, хотел бы пожелать всем, кто собрался сегодня, потратил свое время на этот разговор, всего самого наилучшего, здоровья, очень важно по нынешним временам, и счастливого Рождества и Нового года. Спасибо большое за ваше пожелание. Уважаемые участники, спасибо всем за эту интересную дискуссию. Я сейчас смотрю на программу и, наверное, хочу провести маленький брифинг. Ну, прежде всего, во-первых, это была очень, повторюсь, эффективная дискуссия, очень полезная. Но что же дальше? Итак, дальше еще будут очень не менее интересные разговоры, обсуждения. Но перед тем, как мы перейдем к следующей части, нам, наверное, нужно сделать перерыв. И я думаю, то, что вы согласны. Конечно, нужно немножко иногда и отдыхать для того, чтобы собраться мыслями и быть готовым к следующему этапу. Итак, дорогие коллеги, пожалуйста, не выходите из зуба. Просто выключите звук, возможно, выключите камеру, если вы хотите. Но, пожалуйста, не выходите из нашей сессии Zoom, это нам очень поможет. Не выходите из этой комнаты, не выходите из нашего совещания, поскольку мы создаем рабочие группы, которые нам необходимы до следующего этапа, а это занимает время. И именно поэтому, если вы хотите отойти от компьютера, пожалуйста, но только не выходите из зуба, чтобы мы видели ваше виртуальное присутствие в нашем пространстве обсуждения. Так, это первый момент. И второе. Я сейчас смотрю на у нас чат. Так, у нас больше нет ничего. Ксения, вы хотите что-то сказать? Да, я хотела бы поблагодарить всех, кто нас...